Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова форум предпринимательской деятельности говорили на общегородском планерном совещании. От налоговых поступлений напрямую зависят расходные возможности бюджета. В сложных экономических условиях социальные обязательства перед населением никто не отменял. О положительной динамике в экономике города-курорта доложил и заместитель главы Яна Дуплякина. По итогам января по экономическим показателям наше муниципальное образование занимает шестое место. Среди 44 муниципальных образователей мы значительно подняли свой уровень с 15 места на шестое. Для сравнения, еще в прошлом году Анапа была на 15 месте, а могли бы быть в лидерах, если бы все участники предпринимательской деятельности работали по белому. Налоги – это доходы бюджета, а значит отремонтированные дороги, дополнительные места в детских садах, новые школы и больницы. Время очень сложное. Нам необходимо выполнять свои социальные обязательства перед населением. Мэр потребовал мобилизировать работу по собираемости налогов и выявлению скрытых форм предпринимательской деятельности. А еще призвал подчиненных не допускать ошибок, которые влекут за собой потери для бюджета. В пример привел детский сад в Красном Кургане. Сегодня он уже работает, но для этого пришлось приложить немало усилий. Вы знаете, что за детский сад, да, коллеги? Проект «Рога и копыта», какая-то ставропольская фирма. Котельная не предусмотрена, то есть костер внутри надо разжигать, чтобы натопить и так далее, и так далее. И мы вот полтора года, непонятно как, сколько мы дополнительных средств в миллионов 10 потратили, которые можно было не тратить, а пустить куда-то на другие цели. Сергей Сергеев также прокомментировал расторжение трудового договора с главой Анапского сельского округа. Правоохранительными органами зафиксирован факт передачи Олегу Гончаруку 80 тысяч рублей. Факт вопиющий. Безобразие. Я думаю, к этому факту мы еще будем возвращаться, как только станут известны обстоятельства. Но мне бы по такому поводу не хотелось терять сотрудников. Заслуженный человек, принимавший участие в боевых действиях. Когда с ним разговариваешь и встречаешься, ну никогда не подумаешь, что он способен на такие поступки. Еще на одну ярмарку в городе стало больше. Во дворе домов по адресу Краснодарская 65 уже вторую среду успешно идет торговля продуктами с фермерских и предпринимательских предприятий. Всего таких рыночков в городе 18. Этот на Краснодарской 65, 19 и не последний. Спрос на торговые точки такого плана в городе-курорте неуклонно растет. Настаивает на этом и местная власть. Глава города Сергей Павлович поставил нам задачу по увеличению таких площадок. И сегодня мы на открытии новой площадки, которая находится у нас в городе. Это улица Краснодарская 65. Мы сейчас общаемся с населением, узнаем их пожелания, чего не хватает, чего бы они еще хотели. Может быть по ассортименту еще какие-то вопросы именно по расположению ярмарки в этих дворах. Есть уже ряд предложений, мы их сейчас будем рассматривать. Свежие фрукты и овощи раз в неделю прямо во дворе дома. Особенно там, где есть общежитие, это практически осуществленная мечта хозяйки. Мы, например, проживаем здесь в общежитии. У нас трое маленьких детей, и куда-то выезжать очень сложно. Поэтому это удобно, здесь всегда свежие овощи, продукты, мясо. Мы довольны. У нас тут бабульки одни живут. И близко, и очень даже свежие. Очень даже замечательно, спасибо. Ну а продавцы нового рыночка обещают радовать свежей и недорогой продукцией. Всероссийская акция «Бессмертный полк» расширяет список имен и фотографий тех, кто прошел дорогами Великой Отечественной. Но порой анапчане просто не знают точно, куда можно принести фотографию дорогого семьи человека, чтобы навсегда вписать его имя в историю, о том, как это правильно сделать в нашем сюжете. Пресс-служба администрации курорта ведет сбор архивных документов и фотографий для акции «Бессмертный полк». Фотографии ветеранов, удостоверения о наградах, фронтовые документы копируются и размещаются на всероссийском сайте «Бессмертный полк». А также на официальном сайте муниципального образования в разделе акции «Парад победителей. Бессмертный полк». Среди материалов, которые приносят для участия в акции, не только фотографии портретные ветеранов военного времени, современные, но и ксерокопии и какие-то другие копии документов, среди которых наградные листы верховного главнокомандующего тех лет. Причем люди очень трепетно относятся к ним, они даже их не ламинируют, а стараются, как сказал нам один из участников, стараются сохранить дух времени, поэтому очень бережно хранят их и приносят именно только для участия в акции. Мы их все сканируем или каким-то образом сделаем другую копию и возвращаем сразу тут же владельцам. Чтобы стать участником акции «Бессмертный полк», необходимо коротко рассказать о жизни своего ветерана, подобрать фотографии и документы и принести их в администрацию города-курорта в кабинет номер 302 пресс-служба или направить по адресу электронной почты smisobaka-anapa-official.ru. Мы просим всех участников нашей акции, если есть такая возможность, поискать информацию о своих родственниках на двух сайтах, которыми сегодня пользуются в России. Это сайт подвигнарода.ру и memorial.ру. На этих сайтах можно найти уникальные документы о своих родственниках, наградные листы, приказы, на которых вы увидите фамилии своих близких, копии этих приказов. Можно тоже сохранить, мы их тоже размещаем во время проведения акции. 9 мая портреты ветеранов «Бессмертного полка» пронесут в торжественном строю «Парада Победы». А сегодня в Анапе продолжается сбор средств в благотворительный фонд «Победа». Цель фонда – собрать средства, которые будут направлены на организацию участвования ветеранов Великой Отечественной войны, оказание им необходимой помощи на ремонт воинских захоронений и памятников. Реквизиты фонда вы видите на экране. Проект «Бессмертный полк» будет продолжаться и после празднования 70-летия Великой Победы. Помимо торжественного шествия 9 мая запланировано создание архива данных об участниках Великой Отечественной. Фотографии, воспоминания – все это занесут в картотеку и сделают доступным в интернете. И в продолжение темы – истории одного корабля. Пароход «Фабрициус» затонул во время Великой Отечественной войны. У памятника ему мы летом отдыхаем, и мало кто задумывается о величии этого сооружения на Большом Утрише. Подробнее в материале Натальи из Мозговой. Суровое мартовское море. Пенистые волны накатывают на берег. В морских глубинах много тайн. Одна из них – затонувший пароход «Фабрициус». Иностранец «Фабрициус» прибыл к нам из Англии, блестя отшлифованными боками в 1903 году. В ночь с 1 на 2 марта 1942 года «Фабрициус» перевозил на своем борту солдат продовольствия и технику из Новороссийска в Камыш-Бурун. В 4 милях от мыса Большой Утриш пароход был торпедирован. Произошел взрыв, в результате которого погибли сразу 5 членов экипажа. За считанные секунды пароход погрузился под воду по самую палубу. Ценный груз помог доставить проходящий мимо теплоход. А вот члены экипажа остались на погруженном в воду судне сражаться за победу. 152 дня вели огонь по торпедоносцам и бомбардировщикам противника. На землю члены команды героического парохода были доставлены только в конце июля. Фабрициус затонул. Маяк хорошо видно с моря. Со всех сторон пронзительно вглядываются вдаль погибшие моряки. Они не пропустили врагов. Они научились покорять стихию. У подножия маяка в братской могиле похоронены погибшие при взрыве члены экипажа. Ломоносов, Витман, Миронов, Рысев и Чистяков. Сегодня Большой Утриш – популярное и очень красивое место отдыха. Но о подвиге моряков со временем забывают. Так быть не должно. Память погибших героев достойна цветов, венков и склоненных голов не только в День Победы, но всегда. Сегодня о подвиге отважного экипажа парохода помнят разве что яхты, покачивающиеся в бухте. Море шепчет им о том, какая тайна лежит на морском дне. Ее жизнь расписана по минутам. И какая робика динамична. О Надежде Жуковской, человеке, президенте и тренере расскажет Рината Кадырова. Как становятся президентами? Особых секретов у Надежды Жуковской нет. Говорит, главное любить то, чем ты занимаешься. А она без ума от динамики, ритма и музыки. Седьмой год Жуковская возглавляет региональную федерацию фитнес-аэробики Краснодарского края. Проводит соревнования и развивает этот вид спорта. Собрали все члены федерации. Тогда это были региональные представители в каждом муниципальном учреждении. И согласованно избрали меня на должность президента. Найти в жизни правильную дорогу помог именно спорт. С самого детства Надежда решила, что спорт прочно войдет в ее жизнь. С шести лет спортивная гимнастика, потом аэробика и фитнес. Спорт помогает достигать цели в жизни. Ставить конкретные цели, а не летать в облаках. Оценить себя реально, реально свои возможности оценивать. Ну то есть спорт это та база, те критерии, которые, наверное, человеку необходимы в характере, чтобы добиваться целей. У нее множество медалей, кубков, грамот, но самый запоминающийся чемпионат мира в Праге. Конечно, когда ты уже увидишь этот уровень, вот он, мировой уровень, хочется соответствовать, хочется стать настоящим спортсменом, показать результат. Ну, как бы планка такая высокая, и к ней всегда нужно стремиться. Воспитанницы мечтают быть похожей на Надежду и перенимают самые лучшие ее качества, стремятся подражать своему идеалу. Хотя на тренировках никому спуску не дает. Мне нравится в ней ее целеустремленность. Этот человек может добиться всего, чего захочет. Я уже прошла курсы тренеров. Я помогаю работать своему тренеру, я помогаю ей тренировать наших младших девочек. В будущем планирую тоже стать тренером. У Надежды весь день буквально расписан по минутам, но она находит время и для других не менее любимых занятий. Путешествия по миру, знакомство с интересными людьми и чтение литературы помогают ей расти духовно. Это главное предназначение человека, считает Надежда Жуковская. Новые технологии в тушении автомобиля и спасении пассажира. В Федеральном детском центре смена спасатели МЧС демонстрировали свои возможности. За работой спасателей наблюдали более 800 ребят и наша съемочная группа. Дорожно-транспортное происшествие. Загорелся автомобиль, есть пострадавшие. Отряд пожарных в полной экипировке приехал на место аварии. Спасательные мотоциклы БМВ МЧС предназначены для экстренной помощи в подобных ситуациях. В считанные секунды спасатели гасят пламя. Теперь из машины необходимо достать пассажира. Максим Рашивалов с удивлением узнал о новых возможностях спасателей. После таких показательных выступлений уверен, что специально подготовленные люди всегда придут на помощь. То, что вы показали, это прекрасная слаженность всей пожарной команды города Анапа. Прекрасная выставка техники, которая была представлена, тоже очень интересна для нас. Вот эти все формы нам даются развитие характера, амбиции, какого-то ораторского мастерства, что нам очень будет ценным и полезным в будущем. На второй площадке показ техники МЧС. Устроили показ техники, для того, чтобы ребята знали и понимали, в каких условиях нам приходится работать, какими аварийно-спасательными оборудованиями мы пользуемся при спасении людей, проведении аварийно-спасательных работ. Показали в целом один эпизод из нашей работы. Мне кажется, что для ребят это очень интересно. Тем более здесь мы в сегодняшних учениях применяли новые технологии, мотоциклы БМВ для оперативного реагирования. Следующая встреча ребят состоится с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павлом Астаховым, который проведет для ребят мастер-класс. Анапские школьники покоряют своими талантами мир. Ученики начальных классов средней школы номер 4 отправили свои работы на международный конкурс «Прогулки под водой». Результат всех удивил. Удивительный подводный мир нарисовали в своих рисунках первоклашки средней школы номер 4. Отправили их на международный конкурс «Прогулки под водой» в Республику Словения. Один из организаторов – Международная ассоциация дайверов-инвалидов. Творчество маленьких анапчан понравилось всем участникам выставки. Второклассник Владислав Малых и не ожидал, что станет победителем такого масштабного конкурса. Мы нарисовали, что рыбка кушает, рыбка левут как каральчик. Я опускался в воду со своим братом иногда. И вот я видел там караллы красивые, нацветные. Символ фестиваля – морской конек. Его подарили руководство средней школы номер 4 за внимательное отношение к людям с ограниченными возможностями. На создание в школе безбарьерной среды для детей-инвалидов было потрачено около 2 миллионов рублей. Само то восприятие этих людей начинается именно с детства. Вот с таких маленьких ребят. Эти программы, конкурсы им помогают в игровой форме, в форме каких-то вот поучительных мультиков начать правильно воспринимать таких людей и понимать, как с ними нужно общаться. Просто, легко, открыто. Никита Ванков доказал всему миру, что даже серьезные травмы не помеховали львому человеку. Он первый парадайвер России. Ребятам показали добрый мультфильм о том, что все мы разные. Но дружба не зависит от физических данных человека. С ребятами-инвалидами нужно дружить и помогать, чтобы в нашем мире они чувствовали себя комфортно. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова